Добрый вечер. Смотрите, сегодня меня попросили поотвечать на вопросы с собеседований, которые я публиковал какое-то время назад. Их тут, этих вопросов, собралось 55 вопросов для прикладного программиста, 60 вопросов для системного программиста. Это по ноде. Это все вопросы по ноде. Там и аспекты ноды, и синхронность, и API-ноды в основном, и особенности функционирования нодовского рантайма. Если кто-то не знает, где их брать, то они тоже будут прикреплены у нас в группе или к этому видео, или и так, и так. Значит, кроме этого, могут быть еще какие-то вопросы от вас, если кто-то хочет спрашивать вопросы или задавать, может быть, ревью кода или что-нибудь такое. Пожалуйста, поднимайте руки, у кого есть предложение. Давайте начнем с вопросов на собеседование. Итак, тут есть 55 вопросов для прикладного программиста. Я думаю, что мы лучше начнем с вопросов для прикладного программиста. чем системного, потому что это чаще нужно людям в работе. Итак, я буду сначала озвучивать вопрос, потом на него отвечать. Если вы из этих вопросов видите кто-то, кто хотите еще дополнительное задать, то, пожалуйста, можете тоже говорить, включать микрофон и спрашивать. Первое. Что можно сделать с помощью for-await с объектом incoming message? Ну, incoming message – это, допустим, request, который у нас приходит в события на HTTP или HTTPS-овском сервере. Нужно понимать, что incoming message – это наследник стрима, это какой-то readable, и из него приходят данные. То есть по нему можно проитерироваться, а в данном случае спрашивается, что можно сделать при помощи for-await. При помощи for-await оттуда можно считать все чанки, которые оттуда приходят, то есть забрать, допустим, запрос, который пришел, и какие-то аттачменты к нему. То есть там же мультипарт какой-то мог приходить, и все в виде чанков прилетело на readable stream. То есть incoming message позволяет это сделать при помощи подписки на события, там onData, onError и все, значит, такое, onReadable. Все, что связано с тем, что качаются данные или с какими-то ошибками, там что-то может валиться еще, это тоже качаются данные. Потому что если сетевая ошибка случается, это тоже нас интересует. И for-await позволяет с этим тоже работать, потому что если мы внутри for-await, точнее, for-await поставили внутрь try-catch, это значит, что этот try-catch, который наружный вокруг for-await, будет ловить onError в incoming message. То есть эти события будут конвертироваться в выбрасывание исключения, в throw exception, и приходить к нам непосредственно в то место, которое внутри for-await, если оно у нас в try-catch. Окей. Я не знаю, насколько это было откровением. Кто-то может задавать дополнительные вопросы. Хорошо. Идем дальше. Чем в ноде нативно хешировать пароли и в каких случаях для этого нужны зависимости? Ну, смотрите, у нас очень часто можно встретить, что в ноде хешируются пароли при помощи внешних каких-то библиотек для хеширования. Да, это очень часто, значит, может быть или скрипт, или же это может быть argon2. Ну, вообще, на самом деле, в ноде уже давно встроен алгоритм для хеширования паролей, который достаточен для безопасности. То есть там есть уже скрипт прямо интегрированный, то есть это скрипт из библиотеки OpenSSL, и она уже затянута прямо в ноду, и все это API есть. Иногда этого, может быть, не хватать, и вам понадобится argon2, а, bcrypt, вот, bcrypt. s-crypt – это внешняя библиотека из NPM, а s-crypt, bcrypt – это то, что есть у нас в ноде. Значит, или наоборот. Это я забыл, конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. s-crypt в ноде, а bcrypt – это внешняя библиотека, вот так. Значит, но может понадобиться какие-то требования. Допустим, это у вас банк или же, значит, какая-то там государственная организация, которой нужны какие-то свои алгоритмы шифрования. Ну, значит, вас могут потребовать у вас использовать argon2 или вообще что-то третьей стороны. Это тоже может быть такое. Но, как бы, для безопасности вполне достаточно нодовского внутреннего встроенного API. Идем дальше. Какое API реализует Node.js ундичи? Ну, смотрите, это Fetch. Ну, и там, на самом деле, в умдичи там много разного API, связанного с HTTP протоколом, там, значит, всякие GET и посты, все, что там можно делать, с разными вокруг стоящими утилитами, то есть с различными там, значит, таймаутами, перезапросами и всем остальным. Это, о чем говорит. Во-первых, это API, оно уже встроено в ноду, это уже нативные API ноды. Не обязательно это все дело ставить из NPM. Но для старых нод можно и ставить из NPM, ничего страшного. Если у кого-то еще там остались какие-то старые версии, которые этого еще не поддерживают, но это уже не совсем нормальная ситуация. Кроме того, это API, оно по спецификации совпадает с Fetch, который есть у нас в браузерах, который есть у нас вообще стандартизированный Fetch, который и везде. В общем, мне кажется, это хорошо, потому что мы можем менять библиотеки, а код останется, то есть он привязан к контракту, а не к конкретной библиотеке. Так что у нас есть контракт Fetch, и это очень удобно. У него там есть, допустим, туда можно аборт-контроллер передать, там, и все эти дела. То есть он все это поддерживает. Идем дальше. С кем современным заменить такую внутреннюю библиотеку Node-Domain? Ну, это она внутри, собственно, в ноде. Если вы пишете requireNodeDomain, там есть библиотека, которая позволяет трекать асинхронные контексты. Это, на самом деле, для ноды одна из самых больших болей, и весь код, который на ней написан, должен, естественно, быть как можно быстрее ликвидирован. И вместо него, то есть это библиотека deprecated, но ее до сих пор не удалили. Она как бы есть, все в порядке. Но вместо этого у нас есть асинхронные контексты, то есть async hooks и async resource. Два вот этих класса, они тоже в ноде встроены, и они позволяют более цивильно трекать контексты. Меньше накладных всяких ресурсов, потому что, конечно, Node-Domain очень сильно замедляет исполнение доменного кода. Ну, вся эта штука, она, по-моему, пришла к нам с фронта. Да, раньше вот такой способ, этот domain, он был то ли в Angular, то ли еще где-то. Я не фронтендер, поэтому я так не помню, где он там появился. Но потом его притащили в ноду. А потом оказалось, что он очень сильно все портит. И начали придумывать другие способы, вообще трекинг контекстов, который связан с тем, что нам нужно перехватывать ошибки и связывать с этими асинхронными контекстами, связывать с ними какой-то... Ну, вот есть идея continuation local storage, то есть чтобы можно было к контексту пристегивать какую-то коллекцию данных, чтобы в ней что-нибудь хранить, связанное с контекстом. Это очень удобно, там, допустим, у вас есть какие-то реквесты, чтобы не делать примеси в request и response, вот можно в этот continuation local storage запихивать. У нас кроме этого, кроме доменов и кроме async local storage, еще был continuation local storage, отдельная библиотека тоже, но она уже устарела. То есть в ноде сейчас есть встроенная вся вот эта вот машинерия. Идем дальше. Когда мы можем использовать асинхронные версии операций с файлами... А, синхронные версии операций с файлами из Node.js. Вместо асинхронных, и на что обращать внимание, применяя такое решение? Ну, смотрите. Значит, чем они особенные, эти синхронные операции? Тем, что в ноде все останавливается, пока не будет там считан файл, или пока не будет там считан каталог, или все такое. Это нехорошо, естественно, но когда вы стартуете приложение, наоборот, даже очень правильно, чтобы ничего не происходило, ну, там, допустим, сервер не открывался, порт не слушался, или там что-нибудь такое, что связано с уже отдачей данных пользователям, пока у нас, допустим, конфиг не считался с диска, или, значит, пока у нас логи не открылись. Ну, то есть все вот эти вот вещи, которые при старте приложения происходят, ну, наверное, нормально делать и даже хорошо делать при помощи синхронных версий операций. Еще их можно использовать в каких-то пакетных задачах, то есть когда у вас не сервер, который отдает какие-то ответы клиентским приложениям, а когда у вас запускается тулза, написанная на ноде, вот она поработала и вышла, то ей, собственно, не нужно одновременно обрабатывать много пользователей, и для нее синхронные операции вполне нормальная штука. Ну, их в некоторых случаях удобнее писать, хотя сейчас уже с асинковой синтаксисом это примерно одинаково стало. В общем, что я хочу добавить, что вот эти вот асинхронные операции, они, конечно же, позволяют сделать для сервера большую пропускную способность, то есть они нужны для того, чтобы обрабатывать много конкурентных запросов пользователей, когда у нас сервер обрабатывает сотни или тысячи этих пользователей параллельно, то есть, но каждый из них замедляется. То есть если у нас какая-то критическая вещь, допустим, записать там критический лог от какой-нибудь финансовой транзакции, это и быстрее, и надежнее сделать синхронной операцией, но понятное дело, что мы должны понимать, что все остальное стоит. То есть синхронная операция – это скорее про уменьшение скорости одной операции, а асинхронные все операции с файловой системой – это про увеличение производительности общей системы. То есть вот все вместе, там тысячу параллельных операций скорее всего разгонится. Ну а миллион, наверное, не разгонится, и если они асинхронные, они начнут друг другу мешать еще. Вот такие дела. Ок, еще вопросы, пожалуйста, там руки. Да, здравствуйте. Я хотел спросить, а вот что касается статических файлов, их же тоже имеет смысл синхронно загружать, да? Статические файлы, да. Смотрите, со статическими файлами ситуация немножко другая. Я бы вообще, если у вас сервер нодовский отдает статику, что не особо правильно, потому что статику лучше всего отдавать с CDN-ов или, допустим, ну каким-то образом другим. То есть ее нормально отдавать из нодовского процесса, ну если у вас какой-то ваш сервак, ну пробный, то есть или же это стейджинг сервер, ну чтобы все в одном пакете, вот вы отдаете эту статику. Или же, допустим, если вы хотите быть абсолютно независимыми ни от каких CDN-ов там или внешних сервисов, вот просто чтобы все обрабатывалось одним вашим процессом. А вообще по-хорошему это отдача статики, это очень специфическая штука, которую Nginx будет делать лучше, которую CDN-ы будут делать лучше, еще лучше, чем Nginx, ну они будут построены на Nginx, но они будут специально для этого настроены, ну так, чтобы они максимально все кэшировали в памяти. Ну а если вы хотите отдавать быстро прямо из памяти ноды, то это нужно делать вообще без файловых операций, то есть все статические файлы, вот как делает Impress. В Метархии сделано так, что все статические файлы для фронта, которые отдаются, они кэшируются, кладутся в память и просто отдаются из оперативки. То есть они уже там сразу выделяются буферы, они сразу в таком виде, чтобы было удобно их отдавать или стримить. Да, Метархия и стримить может, и отдавать просто целиком одним пакетом. То есть все лучше кэшировать, потому что отсутствие файловых операций еще быстрее, чем асинхронные файловые операции. Вот такие дела. Спасибо. Ещё рука была? Да, приветствую. Приветствую, слышно меня? Да, да. Такой вопрос. Вот я смотрю, в перечне вопросов есть, допустим, одиннадцатый вопрос, приписка с примерами на ноде, десятый вопрос, паттерны с примерами. Вот по ходу этого сзвона будут разбираться примеры? Мы можем сразу перескочить. Да, давайте мы сразу перескочим. Нет, мой вопрос заключается в том, будут ли примеры кода на этом созвоне, или всё только устно? Нет, можно смотреть примеры кода, почему нет. Давайте тогда вы хотите какой пример конкретно вас интересует? А это по порядку. Мне подходит по порядку, где можно показать пример кода, хоть на всех вопросах, я только за. Хорошо, давайте по порядку, как только мы дойдём до такого места, который... Да, мы, кстати, уже такое место имели. Это конкретно криптография. Просто вы должны понимать, что, ну, чтобы показать всё это найти, мне нужно какое-то время. То есть это будет немножко медленнее. Если вас это интересует, я сейчас... О, вот отличный, отличный пример. Сейчас я расшарю свой экранчик другой. Итак, алгоритм S-Crypt, он лежит вот в библиотечке крипто. Давайте даже крупнее сделаем. Было почти как слайды. Значит, к нему нужны параметры. Параметры — это там по выделению памяти, по криптографическим... Параметрам криптографического алгоритма. Они у меня тут просто захарткожены в виде переменных. И это всё у нас в метархии... А, нет, это даже в примере из курса по ноде в библиотечке... О, не в библиотечке, в репозитории Node.js.pure. Common. И тут есть SerializeHash. Вот эта вот функция SerializeHash, она, в принципе, что делает? Она преобразует наш хэш пароли, значит, добавляет к нему соль... А, нет, слушайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, она берёт хэш пароля и соль и делает из них B64 строку вот таким вот образом, там, склеивая их, да, в B64, там, доклеивая в конец знак равно. Ну, это для B64 нужно. Значит, дальше. ParseOptions – это у нас функция, которая умеет парсить префиксы к паролям, потому что мы должны в базе данных хранить параметры криптографического алгоритма. То есть, во-первых, название криптографического алгоритма и вот эти вот его параметры. То есть для того, чтобы потом знать, как раскодировать. Мы можем во время вычисления хэша иметь одни настройки криптографического алгоритма и в базу они пойдут, запишутся. Вместе с хэшом запишутся и параметры настройки криптографического алгоритма. А потом мы их поменяем, и у нас получится, что часть паролей в базе попишется в новом, с новыми настройками, а часть будет со старыми. И поэтому нам для каждого хэша нужно хранить всё это дело. Вот этот Serialize, он как раз и позволяет в базу запихивать это прямо с настройками и потом парсить их. И вот ParseOptions как раз оно и позволяет. Вот мы Options разделяем по запятой и дальше там вычитываем ключ и значения и, значит, всё это дело возвращаем. А вот SerializeHash. Сюда мы отправляем строчку, которую хотим закешировать. Оно её делит по знаку доллара, ну, потому что мы себе придумали, каким образом мы в строчке храним, во-первых, настройки алгоритма, имя алгоритма, соль, значит, потом сам хэш. Ну, короче, всё это в одной строчке хранить. Ну, вот так это правильно хранить всё, значит, сериализованное в одну строчку в базе. Ну, удобно. И не только правильно, а скорее удобно даже. Вот мы это дело выкорчевываем из буфера, выкорчевываем соль и хэш и отдаём их как структуру данных. Смотрим дальше. Длина соли и длина ключа. А вот основная функция от всего этого, хэш-паспорт, в которую мы передаём пароль. Она нам возвращает, ну, это асинхронная функция, но так как у нас библиотека эскрипт, она поддерживает коллбеки, поэтому нам нужно тут конвертировать контракты через промис, и мы, значит, сначала генерируем соль при помощи вот этого вот random bytes. Если случается ошибка, то мы, значит, выходим, не генерируя. Если ошибки не случаются, то тогда мы вызываем алгоритм эскрипт, передаём пароль, соль, длину ключа, ну, какая у нас, значит, ожидается, потом параметры этого эскрипта, которые там у нас в константе сверху, и дальше он нам возвращает вот этот хэш, и этот хэш мы отправляем в serialize hash, который мы только что видели. Вот этот вот serialize hash, вот, он всё это упаковывает в одну строчку в B64, для того, чтобы мы это хранили в базе, или там, где мы это всё делаем. То есть вот тут реальный пример хэширования паролей, и потом валидации паролей. Вот мы сюда передаём пароль и его хэш, и оно проверяет, действительно ли, значит, этот пароль с хэшом совпадают. Тоже при помощи, видите, эскрипт, вот. Ну, он тоже используется, контракт на коллбеках, и поэтому мы тут делаем вот этот validate password. Ну, на самом деле, все эти утилитки, которые в этом файле лежат, они нам просто дают более удобный интерфейс к алгоритму эскрипт. Ну, и всё. Вот, собственно, дальше там уже не касательно, там идут какие-то command вещи, а вот всё, что касается криптографии, вот оно тут занимает, сколько, 60 строчек в этом файле. Это реальный пример, как хэшировать пароли. 6. Приведите лучшие практики для обработки ошибок в асинхронном коде. Ну, тем известно, что в асинхронном коде могут происходить ошибки разных видов. Это могут быть события on error, это может быть выбрасывание исключений, это может быть возврат reject promises, и это могут быть синхронные ошибки, которые, собственно, в общем-то, примешались в асинхронный код. Ну, значит, там могут быть и синхронно выброшенные ошибки, и асинхронно выброшенные ошибки. Поэтому нам нужно следить за тем, что мы и подписались на события в тех местах, где нужно, и try-catch обернули, но тут такая вещь, что нужно чувствовать, ну, вот, допустим, если у нас, мы читаем из стрима, но читаем из стрима не при помощи for-a-waiter, допустим, да, а подписываемся на события, там, вот, on-readable где-то там повесили какие-то ивенты, но вокруг этих обработчиков событий городить какие-то try-catch совершенно бессмысленно, потому что все эти ошибки, они в этот try-catch попадать не будут. Но если вы используете где-то синтаксиса sync-a-waiter, он будет попадать в try-catch. Все, что обработка ошибок на ивент-эмиттерах не будет. То есть тут на самом деле, вот приведите лучшие практики для обработки ошибок в синхронном коде, но у нас есть отдельная лекция, то есть на этот вопрос можно отвечать, показывать там примеры кода, вы просто можете обратиться к этой лекции на самом деле и подучить все это дело. Ну, 100% основные вещи, о которых нужно помнить, это то, что если у вас есть какие-то call-back'и, то в них могут возвращаться ошибки, и их нельзя игнорировать. Если у вас есть где-то async-a-waiter, вы тоже можете использовать try-catch, но главное, что если я вот часто такое вижу в коде на ревью, что человек внутри try-catch, вот в catch-секции, туда приходит ошибка, и он там пишет throw error, то есть он ошибку перехватывает и опять ее выбрасывает. Смысла никакого в этом нету, кроме одной ситуации. Вы можете ошибки агрегировать, то есть перехватывать несколько ошибок и делать какую-то кастомную ошибку или aggregator error, или кастомную ошибку свою. То есть вы можете оборачивать ошибку, связанную с файловой системой, чтобы не эскалировать вверх по бизнес-логике ошибку, связанную с файловой системой. Ну, то есть у вас, допустим, там платеж не прошел. Какая разница кому? Он не прошел из-за того, что файла нет. Но сверху какая разница кому файла нет или что? Интересно, что не прошел платеж, и тогда у этого, у ошибки может быть коз. То есть случилась одна, выброшена одна ошибка, а у нее есть поле коз, ссылающееся на другую ошибку. Вот лучше всего делать таким образом, чтобы ошибки, поднимающиеся по слоям слоям системы вверх, были всегда такого же уровня, как и доменная логика. То есть в доменной логике, связанной с платежами, ошибки должны быть тоже связаны с платежами. Я не сторонник того, чтобы делать custom error какой-то, да, то есть просто наследовать там от error и делать 200 своих каких-то ошибок, как это очень часто народ сейчас вот плодит, что вот там просто свой класс. А они все пустышки, никакой у них специальной логики у этих ошибок нет. Ну, слушайте, для этого есть прекрасно встроенные, значит, встроенные классы ошибок, их хватает практически для всего. Если у вас какая-то специальная своя машинерия, там, допустим, вы пишете библиотеку, связанную там с вызовом удаленных процедур, и вы хотите сделать специальную ошибку маршлинга, ну, можно сделать, вот это можно сделать, там, ошибку маршлинга, или там ошибку, я не знаю, там, какую-нибудь там race condition, вот нашли там, тоже специфическая ошибка. Но системные ошибки, для них имеет смысл делать вот такое. А когда ошибки кастомные, то есть ошибки бизнес-логики, значит, во-первых, вы замахаетесь сделать эти классы пустышки. Во-вторых, если ошибка системная, то там у нее обработка ее будет какая-то специфическая. Ну, то есть, допустим, что-то с файловой системой связанное, вот у нас код может открывать хэндл файловой системы, а хэндлы файловой системы, они не собираются горбач коллекшеном, и поэтому нужно их там специально закрывать. Если у нас случается выброс ошибки, то мы должны позаботиться о том, чтобы ее правильно обработать и позакрывать хэндлы в нужном месте. То есть тут имеет смысл делать какую-то кастомную логику, кастомную ошибку, и там даже на ошибке может быть какая-то очень специфическая логика системная написана. А для предметной области очень редко можно придумать, чтобы внутри ошибки была какая-то кастомная логика. Там может быть код, может быть месседж, может быть стык трейс. Что еще там в этой ошибке хранить? Единственное, что если вы делаете, конечно, какую-то там передачу ошибок по сети, ну, может быть, конечно, тогда вы просто сделаете какую-то свою там Network M, ну, для того, чтобы выбрасывать ее на сервере, потом эту ошибку нужно передать на клиентское приложение и там ее выбросить. Если вы делаете какой-то RPC, то вам хочется эту ошибку передать. И вот у нее внутри будет специальная логика, которая будет стык трейсы очищать от какой-то сенситив информации. То есть будет из них удалять какие-нибудь, значит, имена пользователей, там логины, пароли, какие-то хэши, пути на диски, там еще кучу всего, и вообще оставлять просто, переводить эту ошибку на какой-нибудь там язык или же там, значит, коды ошибок брать по какой-то таблице. То есть, по сути, ну, может такое быть, что вам понадобятся какие-то кастомные ошибки, но вообще в 90% случаев вам хватит обычных ошибок, встроенных в систему. Кроме того, еще делать кастомные ошибки, если у вас не системный код, еще опасно по какой причине? По такой причине, что если вы используете где-то V8 сэндбоксинг, где-то делаете изолированные контексты, то у вас в каждом из этих контекстов, если вы не сделали внедрение зависимости определенного класса, вот у вас будет error наружный и будет внутри какой-то свой кастомный error. У вас instance of не будет работать. То есть даже ошибка не будет instance of error. То есть если ошибка случается в изолированном контексте внутри доменной логики, а потом обработку этой ошибки делает системный контекст, уже не изолированный, а реальный контекст ноды или, допустим, другой контекст, тоже изолированный, но в котором системный код работает, то error в одном контексте не будет равен error в другом контексте. Нужно будет тогда уже брать ссылку на этот error, точка конструктор, точка name, считывать из name имя этого конструктора, сравнивать по именам конструкторов. Ну, то есть это на самом деле такая уже, в общем, специфическая штука. Если вы хотите проверять, ну, то есть instance of вы не сможете использовать для этих случаев, а значит вообще создание кастомных ошибок полностью теряет всякий смысл, потому что это делают ради instance of обычно. Я вообще мало вижу смысла делать кастомные ошибки, если вы не пишете системный код. Это просто забирает у вас лишнее время и не дает ничего, потому что машинерии, никакое там поведение у этих кастомных ошибок не бывает. Окей, руку держите. Ну, на рахунок кастомных ошибок, я вот просто думаю, вот первое, что у меня возникает, для чего вообще, ну, то есть, вообще в своем жизни делать кастомные ошибки, если существует коз. Все, что нужно знать, это причина. Да, ну, это традиция, это понимаете? Как она возникла? Люди сначала на WS и на ноде писали все без кастомных ошибок, потом нода стала уже такою развиванной системой, на ней стали писать всякие corporate-grade applications, всякого такого типу, там, державные штуки, и тогда прислали для нодерев каких-то CTO, которые получили свой опыт где-то на C-Sharp, на Java, на C++, а там другая культура, и они сказали, что срочно мне делать кастомные ошибки, вот так и все. Ну, все. И нодеры начали делать кастомные ошибки. Я думаю, что это связано с тем, что не было такого, как КОС, там, что агрегейт-эрорс, еще каких-то таких изручностей. Я когда-то действительно так делал. Ось, просто единственное, что я туда вставлял код, и такими апперкейсами різные коды мы выдавали на разных уровнях. То есть, начаток префікса, это мы знаем, что это уровень типа платежной системы, это уровень базы, а это уровень, например, для клиента. Ну, виходить, что все эти уровни, переважно, нужно было только для того, чтобы их залогать. То есть, клиенту 300 лет не нужно, клиенту только нужно было что там все эти уровни 400, 500 и так далее. И какие-то там специфические типы валютации, и еще какие-то такие вещи, которые действительно, або клиенту нужно вывести, чтобы юзеру показать, что он что-то делает не так, або чтобы клиент зразумил, что кто-то не так делает запад, або что-то такое, и все. Ну да. Ну, смотрите, что я делал, когда еще не было у нас коза в JavaScript, я просто делал один свой класс, который имел, во-первых, код ошибки, имел какое-то расширенное поведение, то есть там, я не помню, как оно у меня называлось, не коза, как-то я по-другому это поле называл. То есть я делал такую свою ошибку, и она у меня везде работала во всем прикладном коде, просто она была наследником обычной ошибки, ну и расширяла это дело поведение. Но потом, когда в ноде все это появилось, и в JavaScript это все появилось, я просто выпилил и выбросил всю эту фигню, которую сам дописывал. Ну, это и вариант нормальный, потому что тут выходит, что есть как бы такий собий, я хочу сказать, конструктор, или фабрика эрроров, но это один-единный класс, который выкидывает разные типы ошибок, просто с разными кодами и так далее. По великому рахунку коду не очень много, он очень понятный и адекватный. А тут мы просто говорим про то, что разные типы ошибок, мы засовываем, кладем просто много классов, а потом ходим и инстансов, инстансов, короче, почему так произошло. Дело в том, что вот в Java ошибки, это вообще очень штука, она прямо впилена в язык, в классы, и на обработке ошибок очень сильно завязана ООП даже. То есть если в Java ты имеешь, ну, делаешь инстанс какого-то класса, и этот класс может выбрасывать ошибки, допустим, там, пяти видов каких-то, то ты должен все эти ошибки обязательно обработать. Ты не можешь кто-то не обработать из них. То есть у тебя должно быть обязательно предусмотрено поведение на все ошибки, которые могут в этом классе произойти. Кроме этого, у тебя все наследники от этого класса тоже обязаны обрабатывать все эти ошибки. Ты можешь в наследниках только добавить, что вот, допустим, в наследнике может быть еще пять ошибок. У тебя 10 унаследованы, а ты еще, значит, пять. И теперь, значит, весь клиентский код, который использует твой класс, должен делать вот эти вот реверансы. То есть всю эту бюрократию, у него уже 15... Ты ничего не напишешь, пока 15 ошибок не обработаешь. Как в проектах на ноде? На ноде могут появляться уязвимости. Объясните на выбор. XSS, Past Traversal, SQL Injection, Cross-Site Request Forgery. Как от них защищаться? XSRS, да. Значит, ну, смотрите, тут реально этих типов ошибок, ну, в смысле, типов уязвимостей, их гораздо больше. Это я тут на примере. Там Cross-Site Scripting, там Past Traversal. Ну, вот, допустим, Past Traversal. Самая, скажем так, низкоуровневая к ноде, относящаяся прямо вещь. Ну, там не просто к бизнес-логике относящаяся, а конкретно к ноде, где она может появляться и реально прямо в ваших проектах это может происходить. Если вы читаете файл из диска, при этом какую-то часть пути у этих файлов подставляя из HTTP-запросов или беря информацию из базы или с сокетов откуда-то от пользователей или с базы или, допустим, при импорте данных. То есть, там, допустим, вы импортируете какие-то там лог-файлы или там какие-то импорт из какого-нибудь другого удаленного склада, а там файл как-то называется кодом этого склада, допустим. А кто-то вам вместо того, чтобы у вас файл, который вы импортируете к себе в базу, вместо того, чтобы он назывался кодом склада, придумал и прислал вам какой-то файл, который называет специфическим образом. И таким образом он это сделал, что вы вместо того, чтобы питать определенный каталог, определенный файл, вы пойдете в другой каталог, в котором все равно другие файлы лежат. И может оказаться, что вы просто или потрете какой-то файл, или прочитаете его, или попишете. То есть вы себе конфиги потрете, или какие-нибудь файлики с логами. То есть можно таким образом уничтожить логи, допустим, прислав вам специально экспорт из какой-то удаленной базы, которую вы будете себе импортировать, а в результате вы попишете себе не тот файл, не в том месте. То есть обязательно нужно во-первых, все пути приводить к абсолютным при записи и чтении особенно в том месте, которое связано с каким-то пользователем, пользовательским вводом, или с работой через сервер, то есть это какие-то запросы приходят, или с работой с базой, потому что иногда так бывает, что паст траверсал не обязательно это кто-то URL вам прислал с этим путем, кто-то может вам прислать какую-то инфу, вы ее попишите в базу, а вот потом, когда будете какую-нибудь страницу генерировать, вы ее тогда прочитаете и уже тогда подставите этот путь в какой-нибудь шаблон или же допустим в open file или в read file куда-нибудь в файловый стрим и в результате пришлете вместо того, чтобы прислать какой-то HTML-темплейт, пришлете на клиента там pass.vd файлик или куда-нибудь его по e-mail отправите или еще что-нибудь случится такое. То есть паст траверсал это подстановка значит не того пути или не того имени файла, который вы хотите считать. Как от этого защищаться? Нужно всегда приводить пути к абсолютным путям, то есть рисовывать у нас слава богу есть в библиотечке pass способы как рисовывать пути, потому что там могут быть точки, двоеточие, какие-то слыши, какие-то спецсимволы, которые потом преобразуются при рисовывании пути. Вам их все нужно зарисовывать и потом проверить. Начинается ли строка с допустим каталога, который разрешен, допустим, вы какую-то статику читаете. Если вы отдаете статику, вы должны понимать, что у вас все, какой-то путь к вашему application, слэш какой-нибудь application, слэш статик. И вот только оттуда могут отдаваться файлы, которые вы можете читать. Или там темплейт, и все лежат вот в такой папочке. Start with просто у строки спрашиваете, начинается ли она с какой-то там конкретной подстроки. Потому что после resolva путей может оказаться, что случилось выход из папки со статическими файликами, и вы уже внезапно читаете какой-то пас ввд, или конфиги ваши, или файл с секретами, что-нибудь такое, соль отправляете там, или что-нибудь такое от вашей системы. Ну, на самом деле, все остальные такие уязвимости, это если мы сейчас начнем их все перечислять и подробнее рассказывать, это будет очень много. У нас есть целый такой ресурс ОВАСП, там, где большая библиотека по всем этим уязвимостям, нужно изучать безопасность и все знают, что нельзя написать сначала приложение, а потом немножечко посолить ее безопасностью. Безопасность так просто не добавляется. То есть обычно как безопасность, так надежность или устойчивость, качество, высоконагруженность, это все вещи, которые закладываются при проектировании системы и при внедрении в процесс разработки систем качества и систем контроля безопасности. Потом на этапе развертывания и внедрения приложения все это добавить очень уже сложно. Ну вот, так, идем дальше. как возможно состояние гонки в асинхронном программировании и как от этого защищаться. Значит, состояние гонки в двух словах это такое состояние, когда у нас разные части приложения выполняют операции, которые могут конфликтовать. Они могут конфликтовать по данным, могут конфликтовать по потоку управления, могут конфликтовать, допустим, по каким-нибудь счетчикам, флагам, блокировкам и чему угодно. Ну, в основном нас интересует тут Data Race. Это подвид Race Condition, который подразумевает какую-то corruption данных, то есть, когда портятся данные. Ну, представьте себе, что у вас есть какой-то счетчик лайков, и вы в одном месте его спитываете, а в другом месте записываете. То есть, это может быть, конечно, последовательная какая-то операция, но пока вы считали из этого счетчика лайков одно число, другая часть кода, другой пользователь мог тоже нажать лайк, вам другой вызов API придет, и он считал то же самое число, что и вы. Потом он инкрементировал, и вы инкрементировали. Потом вы пописали, а потом он пописал, и у вас вместо того, чтобы случилось плюс два, случился плюс один. Вот это самый простой пример, самый примитивный пример рейс-кондишена. Ну, вообще, рейс-кондишены могут быть, конечно, кучей разных рейс-кондишенов. Допустим, какой-нибудь, может быть, такой рейс-кондишен, связанный с чтением из чанков из реквеста. В одном месте у вас for await, и в другом месте for await. Часть пакетов идет в один итератор, часть в другой итератор. То есть они будут реально у вас один входящий стрим раздирать пополам. Или там, допустим, обработка ошибок тоже там, или куча всяких вещей, которые связаны с тем, что с одной абстракцией работают несколько разных кусочков кода. Вот какой-то код, который является хост-кодом для, значит, то есть он произвел инстанционирование какого-то объекта, и потом ссылку на этот объект передал какому-то другому модулю. Этот модуль думает, что он работает уже с этим инстанцием, а тот код, который занимался инстанционированием, там подписался, допустим, на какие-то события, или иногда меняет какие-то свойства у того, что я инстанционировал. То есть тут, по сути, нарушены принципы GRASP, и об этом у нас есть отдельные лекции, как распределять ответственность между... То есть тот, кто делает инстансы, инстанционирует, тот должен и разрушать. Кто разрушает и инстанционирует, тот должен, допустим, заниматься и блокировками, связанными с этим объектом. Если вдруг нужно передать какому-то другому объекту, другому модулю, другому объекту, другому программному компоненту, чтобы он, допустим, мог вызывать методы, менять свойства вот того инстанса, который вы сделали, то вы должны это заранее предусмотреть и спроектировать и сказать. То есть мы, допустим, вот тут инстанцируем, потом вся ответственность передается на другой модуль, и потом, когда нужно обратно, то мы тоже уведомляем, и тогда ответственность передается обратно в наш модуль. То есть не должно быть такого состояния, в котором несколько разных скажем так хозяинов объектов, вот у объекта есть, знаете, предок, а есть хозяин, кто его инстанционировал. Вот у него не должно быть двух хозяев, грубо говоря. вот такое. То есть дейторейсы в ноде не так сложно сделать. В любом месте, там, где у вас колбэки или асинкевейты, и вы имеете какой-то инстанс, то состояние этого инстанса, пока вы ждете, может быть поменено кодом, который очень часто можно увидеть такое мнение, что это же нода, у нас тут вся асинхронность, это же не параллельное программирование, в котором могут быть дейторейсы, у нас тут безопасно все. Так вот, ничего у нас не безопасно, потому что как только вы разрываете последовательность исполнения на какой-то асинкевейт, на колбэк, или там на форевейт, или что-нибудь такое, у вас оказывается, что кто-то снаружи мог поменять. Вот случаются рейс-кондишины. Идем дальше. В чем плюсы и минусы? Я извиняюсь, а у меня вопрос подпередаешь. Правильно ли я понял, что если два разных форевейта парсят боди реквеста, то они, ну, каждый из этих форевейтов мутирует это боди, или как? они не мутируют боди, они просто могут приводить коннекшн в разное состояние. то есть представьте себе, что один прочитал чуть-чуть раньше, ну, хедер, допустим, он прочитал, и уже сделал там response в write, или end вообще сделал, а другой еще до конца не дочитал реквест. То есть это даже на самом деле мы тут видим, что есть два связанных объекта request и response, и из-за того, что в двух местах мы не распределили ответственность по чтению реквеста, вот одна часть кода хедера читала, а другая боди читала, это даже разные части реквеста, и получается, что та часть, которая занималась чтением хедеров, она уже поняла, что нужно ошибку отдавать, и уже все, значит, сокет закрылся, до свидания, а та еще боди не дочитала, и в какой-то момент оказывается, что писать-то некуда, потому что там уже сокет закрыт, все, стрим завершился, мы туда пишем, эксепшены валятся, ну, к примеру, таких вариантов может быть куча просто. А если чанки с самого боди двумя разными форевейтами вычитываются, тут может быть, что там первый форевейт первый чанк считал, а второй начинает читать... смотря как вычитываются, смотрите, смотря как вычитываются, если они вычитываются при помощи подписывания на onData, то в этом случае получается, что... ну, а форевейт как раз считывает так, что оба подписываются, то есть чанки будут туда и туда лезть, но может такое быть, что в одном месте мы читаем при помощи метода read, а в другом месте мы читаем при помощи форевейта, вот тогда все, что считывается при помощи метода read, оно не будет попадать в форевейт, то есть как бы с readable стримом есть несколько способов взаимодействия, можно метод read вызывать, и тогда мы будем собственно считывать чанк, и все, и он будет удаляться в том месте, а если мы делаем это через подписку на событие или через форевейт, то будет такое получаться, что значит в подписку на событие будут попадать только те чанки, которые не были при помощи метода read впитаны. Ну то есть по сути, если мы двумя форевейтами один чанк читаем, они нормально прочитают. Оба, да, оба прочитают, конечно. Понял, спасибо. Да, это я перегнул, конечно, палку. Но вот если мы разные контракты используем, а тут мы можем использовать разные контракты, то есть в одном месте read делаем, а в другой форевейтом читаем, а в третьем там on-date делаем. Так вот, так будет получаться, что чанки будут разные вылазить в разных местах. Ну и периодически может быть такое, что кто-то одни хедеры поставил, а в другом месте кто-то другие хедеры, допустим, поставил. Ну это вот то, что касается конкретно сокетов там и стримов, да, имена аж степишных. То есть тут кто-то закрыл, а кто-то еще пишет туда. Ну, слушайте, это вот явный явный рейс-кондишн. Ну, есть, конечно, дейта-рейсы более связанные с предметной областью. два, две каких-то разных части кода могут иметь ссылку на один и тот же мэп, допустим, и каждый из них может думать, что он эксклюзивно им владеет и может туда читать, писать. Туда что-то пишет, значит, а другой только что удалил оттуда что-то, а тут думают, я только что записал, ну, никто не мог удалить. Я сейчас прочитаю, и можно даже не обрабатывать ошибку, там точно эти данные будут. Ну, и все, а их там уже нет, потому что кто-то их уже удалил. таких вещей там связанных особенно связанных с типизированными массивами или там с буферами или еще с чем-то, что подразумевает какое-то сложное состояние или какие-то сложные структуры данных в памяти. Ну, вот пример, представьте себе двухсвязный список. Вот одна часть кода читает чанки и добавляет в двухсвязный список, а другая часть кода читает из двухсвязного списка и при этом удаляет из этого списка и отправляет их куда-нибудь в базу данных, допустим. Две части кода могут патчить ссылки next и previous в двухсвязном списке и может такое случиться, что как бы у списка в какой-то прекрасный момент появятся элементы, два элемента, которые будут думать, что после них идет один. Ну, то есть список получается сплитится практически на два. То есть элемент, который уже дотачнулся из списка и другие элементы о нем не знают, он думает, что у него есть следующий. или может такое случиться, что какая-то часть списка отцепилась и точно так же может быть с деревом или еще с чем-то. Кто-то делал обход дерева, а другой в это время менял ссылки в этом дереве и переподключал узлы. Мы уже эту ветку обходили, туда опять зашли. Ну, всякие такие вот вещи, особенно связанные со структурами данных, они подразумевают одного владельца. Это паттерн креатор. Мы, кстати, вот совсем недавно обсуждали это дело по поводу ГРАСПа. Есть паттерн креатор, и он как раз подразумевает, что кто создает, тот потом имеет ответственность по использованию и управлению памятью, освобождению памяти, ну, вот такое. Если вы кому-то передаете ссылку на там дерево, то вы должны или же в контракте, ну, это же нельзя написать как-то там насчет типами или что-нибудь такое, а вы должны как-то договориться, что я передаю тебе ссылку на эту структуру данных, но ты с ней взаимодействуешь, как будто с имьютабл структурой, или ты давай ему такой интерфейс, который позволяет оттуда только читать. То есть один может писать, один ответственен за то, чтобы писать, а все остальные могут быть ответственны только, чтобы читать, и то не всегда. То есть во время записи может быть какое-то неконсистентное состояние. То есть структура данных не полностью пописана, ее вообще сейчас читать нельзя. А бывают такие другие структуры данных, которые позволяют одному писать и нескольким читать. А есть конфликтонезависимые структуры данных, которые много могут сразу писать и читать. То есть тут на самом деле нужно достаточно глубоко понимать теорию по структурам данных, чтобы обезопасить себя от рейс-кондишенов. Конечно, когда у нас все имьютабл, то тут гораздо все проще и практически мы можем меньше бояться за то, что у нас что-то сломается. Или нужно использовать grasp и только один ответственен за то есть инстанс себе сделал, сам используешь. Кому-то отдал, значит все, с себя снял ответственность, забыл ссылку. Идем дальше. В чем плюсы и минусы разделения кода на точка JS и отдельно тайпинги DTS. Ну, смотрите, почему мы получаем, если мы пишем отдельно JavaScript, отдельно TypeScript? Мы получаем, во-первых, что нам не нужно компилировать, это раз, во-вторых, у нас тайпинги в отдельных файлах, и мы их можем передавать отдельно от кода, то есть мы можем передать какой-то описанный контракт другой команде, она уже с ним работает, то есть ей не нужно все мясо нашего кода, вот только контракт, работаете по контракту с нашей подсистемой, вот такой интерфейс мы реализуем, все, это наш контракт, это раз, то есть ускорение, потому что не нужна компиляция, все плюсы мы получаем, если мы DTS-ники пишем, потому что у нас есть подсветка синтаксиса, какие-то подсказки там в VDE-шках, чекать, значит, TypeScript же может чекать исходники, даже можно чекать JavaScript against DTS, то есть ты можешь проверить этот JavaScript собственно соответствует тайпингам или не соответствует, ты можешь отдельно эти тайпинги куда-то отдавать, кроме того, чтобы, допустим, распарсить тайпинги, тебе нужно гораздо меньше всего, чем ты будешь полностью TypeScript парсить, ну, то есть если ты хочешь какую-то машинную обработку этих контрактов, допустим, ты хочешь их конвертировать в какой-то другой формат сериализации и отправить по сети эти контракты в виде метаданных или еще чего-нибудь такого, ну, и кроме того, ты их можешь даже прямо в виде DTS отправить, ничего страшного не будет, потому что у тебя интерфейсы и реализация разделены, ну, по сути, как хейдер-файлы, вот, на C люди на C++ всю жизнь так писали, и мне кажется, что это очень правильный способ, как бы все плюсы имеем и как бы не особо страдаем от того, что нам что-то не хватило. Тимур, а можете, пожалуйста, один-два примерчика маленьких каких-то, потому что я что-то не представляю, как это работает. Как работают тайпинги? Когда отдельно тайпинги и когда ну вот, смотрите, это же библиотека, которая у меня сейчас прямо и была открыта из курса Node.js.pure и тут у нас есть тайпинги вот к этому и JS-файлик. Ну, мы только что видели, чтобы другой файлик не смотреть, но вы этот код еще помните. С хешированием паролей, сериализацией с этой библиотеки и мы сейчас смотрим от них тайпинги. Видите, тут импортируется там Node.http и экспортируется namespace declare namespace command и вот тут функции hash password, validate password и всякое такое. Тут у нас с паролями только две функции наружу экспортируются. Их там у нас больше, но экспортируются только две. А другие тут занимаются receivebody и pass.json. Нам, скажем так, нужны только тайпинги на то, что мы экспортируем. Нам не нужны тайпинги внутри этой библиотеки, поэтому уже как минимум меньше всего. Ну, этого вполне хватит для того, чтобы эту библиотеку снаружи использовать. Если вы... Вы ее можете использовать и из JavaScript, и из TypeScript, и, значит, везде все будет чекаться, как вы ее используете. Так что, да, пожалуйста, кто хочет вопрос. Да, продолжение этого вопроса. А что вот дальше с этим делать? Он просто лежит рядом DTS-ник, и оно само по себе все уже работает? Либо там нужно еще какой-то ритуал? Нет, смотрите, это же у нас отдельная библиотека. Теперь, значит, нужно куда-то эти DTS-ники примапить, так, чтобы их было видно. Давайте на примере, значит, это у нас есть в метархии библиотека Common, это мы сейчас видели в одном проекте, а мы сейчас посмотрим библиотека Common, где она находится? А, Metautil, вот она называется Metautil у нас. Сейчас, их надо экспортировать из пакета. Вот, Metautil, и тут у нас, видите, есть части библиотеки, там вот Array, Collector, и, в частности, вот этот вот Crypto. Этот Crypto имеет реализацию, и он тут лежит в файлике Crypto.js. Вот то, что мы сейчас видели, это не Random Professor, вот, сейчас, 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 там, вот, всякие токены, а, вот, Serialize Hash, Parse Options, вот видим то же самое, да, Deserialize Hash, Hash Password, ну, тут Evalidate Password, тут чуть больше, да, тут чуть больше кода, ну, это потому, что уже это production ради кода, а рядом с ним лежит тайпинг на все вот это дело, который просто вот нам рассказывает, что у нас тут есть сейчас, 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 вот, Crypto Random, Random, Generate Key, там, CRC Token, Validate Token, Serialize Hash, все вот это вот байду, все экспортирует, все вот это дело, теперь, мы можем, сейчас, где-то все это дело импортировать, вот в импрессе, мы это все делаем, а, да, вот у нас есть этот MetaUtil DTS и есть MetaUtil JS, теперь нужно в пэкедже где-то описать, чтобы экспортировать и тайпинги, и сам код, ну, во-первых, мы и то, и до должны добавить в файлс MetaUtil DTS, вот мы его сюда добавили, и весь lib, то есть все JS файлы, которые в lib лежат, все вот это добавили, кроме этого у нас есть еще такой пункт в пэкедж JSON и types, и он будет на DTS ссылаться, теперь этот пэкедж можно опубликовать там в npm или положить там его в ваш репозиторий, ну, как минимум, уже все пакетные менеджеры, они умеют, они знают, где из этого пакета точка входа, где взять JS и где взять тайпинги от него. Дальше вот в Impress мы должны его теперь подключить сюда, мы его подключаем как вот MetaUtil вот Dependencies, вот MetaUtil сюда подключается. Теперь значит у нас IDE прочитает, что один пакет JSON из проекта Impress, этот пакет JSON ссылается на MetaUtil, вот тут тайпинги лежать, вот тут лежат эти самые JS вход, но нам нужно еще разместить эти тайпинги в нужных местах, в нужных namespace, в принципе это можно делать разными способами, ну вот как пример, сейчас покажу, сейчас, момент, мы можем их распихать по namespace, вот таким способом, вот это мы тут импортируем нодовские все модули, дальше мы импортируем вот MetaUtil, импортировали его в идентификатор подчеркивания MetaUtil, потом делаем, ну это к примеру можно так, можно по-разному делать, делаем Declay Global, дальше вот хотим, чтобы во всей кодовой базе у нас можно было писать MetaUtil. и там значит метод, который вот мы делаем это через namespace, namespace MetaUtil, и туда запихиваем type of подчеркивание MetaUtil, то есть таким образом мы примапили все тайпинги, которые экспортируются из MetaUtil, мы их примапили в namespace MetaUtil. MetaUtil, в этом приложении, вот такие дела. Но на самом деле как бы это если я хочу примапить, а если я просто хочу зареквайрить, то по сути я в каком-то месте кода вот значит в каком-то вот тут вот месте могу написать себе сейчас какой-нибудь там вот MetaUtil равно require MetaUtil вот и у меня IDE будет сразу уже подсказывать то есть у нас и IDE будет понимать это дело и нода при загрузке модулей вот значит все будут понимать откуда брать JS а откуда брать DTS ники ну вот понимать они будут только потому что в пакедже Sony эта информация указана без пакеджи Sony это не работает точно понял спасибо ну потому что иначе совершенно непонятно как бы что к чему мапить у нас куча библиотек куча зависимостей в пакедже Sony Polytypes правильно да да ну вы можете посмотреть пример в метархии там же у нас обязательно есть куча примеров и в курсе кстати это тоже есть вот я как раз сейчас на втором задании там вот это DTS ники лежат поэтому мне актуально ну вот окей так идем дальше я прошу прощения можно небольшое дополнение а если мы говорим про прикладной код ну условно мы не библиотеку пишем которые импортим куда-то пишем просто обычное приложение нам DTS ники эти нужны кто поделится условно частью контрактов с кем-то или и как вообще это делать ну смотрите у вас кодовая база в приложении может быть тоже она может быть разделена на несколько библиотек а может быть какой-то монорепозиторий в котором все это есть на самом деле формат package файлов они позволяют все это описать и для того и для монорепозиториев и для внешней зависимости то есть можно все зависимости хранить прямо у себя они будут у вас по папочкам распиханы и другие части приложения которые пишут ваши коллеги но в этом же самом репозитории вы просто в package JSON я просто это не использую но синтаксис там точно есть я его не помню как оно выглядит то есть вы можете указать где искать тайпинги и какие JS файлы связаны с какими TS файлами ну и кроме того большинство IDE понимает что если у вас файл ABCJS лежит а рядом с ним лежит ABCDTS то это тайпинги от этого ABC файла и даже не нужно в package Sony еще прописывать ну вот VS Code если если один проект если один проект то не нужно прописывать ну бывает такое что вы хотите перемапить то есть ну вот не один к одному да ну то есть периодически хочется что-то делать допустим у вас там 20 JS файлов а к ним ко всем один DTS ну вы просто каким образом это делаете вы делаете еще один JS файл который собирает в пачку он импортирует все JS файлы и экспортирует сразу же все что наимпортировал экспортирует и рядом с ним кладете один DTS файл с таким же именем все значит все что он экспортировал у вас и из DTS это экспортируется то есть вы так вот так да говорите а если запустить звичайную переверку на тип TSC TypeScript это работает прекрасно это все прекрасно работает причем оба способа если вы в PackageLayson пишете и если вы просто рядом кладете и так и так работает почему я использую вот такое перемапливание да ну мне просто перемапливать удобно и я ж в прикладном коде использую точнее не использую require если вы не используете require то конечно никакого автоматического перемапливания TSC вообще ничего не понимает что происходит значит IDE ничего не поймет но если вы перемапливаете при помощи namespace как я показал то это все будет работать прекрасно и VDE и DSC будет все понимать ну иначе вам все будет ругаться такого нет идентификатора но если у вас рядом лежит global DTS в котором написано что вот вот такие namespace я в эти namespace импортировал вот такие библиотеки ну вот все найдет их где они валяются окей идем дальше приведите несколько причин для Node.js паттернов проектирования погов и не только с примерами ну это у меня видите целый целый курс по всему этому делу пишется но я давайте один пример самый распространенный для ноды приведу это всем известный eventimeter и он является реализацией паттерна observable из банды 4 но с каким отличием существенным отличием тем что в банде 4 observable предполагает что у вас есть observable и observe то есть кто-то event генерирует а кто-то на них подписывается а в javascript нам не нужно такого делать то есть у нас не нужно делать пару классов нам вполне нормально делать чтобы у нас был один eventimeter и чтобы делать к нему подписчиков мы просто колбеки навешиваем ну то есть обработчики событий и все просто в java в какой-то момент так делать нельзя было сейчас уже можно так делать но никто не делает из-за традиций java ну и там с другими собственно языками программирования в которых нет такой гибкости где нет функций первого класса где нельзя навешивать обработчики событий ну там собственно грубо говоря вы знаете как в delphi там обработчики событий это были методы у классов почему-то методы становились обработчиками событий ну это какие-то костыли которые прицеплялись к ОП сбоку ну а в java это не то чтобы костыли это просто ну такие в общем особенности связанные с отсутствием функций первого класса на какой-то момент существования java приводили к тому что нужно выполнять очень много бюрократии то есть плодить классы там и все такое то есть по сути когда мы говорим на фронтенде про event target да event target и на бэкэнде про event emitter по сути это реализация паттерна observer из банды четырех в ноде есть также куча паттернов которые нетипичны то есть они не из банды четырех а вообще в принципе тоже это паттерны проектирования допустим открытый конструктор revealing конструктор вот самый простой пример это стримы и когда мы создаем экземпляр стрима вместо того чтобы мы делали наследник вот transform стрим какой-то мы хотим сделать стрим который там берет все пакеты и там энкодинг меняет там был какой-то бейсер четыре а он перекодируется в utf-8 допустим да и по сути этот самый transform стрим вместо того чтобы делать какой-нибудь конвертер extends transform вместо такого синтаксиса мы просто пишем new transform стрим и туда в конструктор передаем функцию transform то есть мы по сути код который трансформирует байты отправляем в конструктор и у нас экземпляр transform стрима обычный то есть у нас не происходит наследование при этом а просто часть логики которая могла бы ну во всяких языках типа джавы нам обязательно нужно было бы для этого наследник делать а тут мы просто передали функцию в конструктор а могли в конструктор передать несколько функций и они бы меняли допустим какое-нибудь поведение обработки ошибок одна меняет поведение обработки ошибок а вторая меняет допустим поведение при финализации или что-нибудь такое то есть может быть открытый конструктор с несколькими вот такими обработчиками и по сути это позволяет нам уходить от лишнего наследования где-то так ну паттернов очень много поэтому мы все не будем перебирать а я просто запишу наверное отдельные у меня уже записаны лекции по реализации части гофовских паттернов на джаваскрипте и на ноде но этих лекций маловато и поэтому я хочу конечно дописать ну а какие-то какие-то паттерны вообще там не используются ни в джаваскрипте ни в ноде потому что как бы из-за того что у нас нету таких проблем у нас другой немножечко язык нам они в принципе ничего не дают ну давайте подумаем ну вот допустим да а кстати нет некоторых паттернов мы можем их реализовать просто там пятью способами там и тоже нужно понимать ну вот самый простой там синглтон самый простой способ реализации синглтона на ноде это просто модуль вот если мы внутри модуля сделали какой-то инстанс и экспортировали то во всех местах где мы сделали импорт мы получили этот синглтон да и по сути во фронте то же самое то есть везде и в экмаскрипт модулях и в common.js модулях любой модуль создает по сути синглтон мы можем экспортировать классы и тогда уже вопросом инстанциирования будут заниматься те места которые эти классы импортировали а если мы экспортируем инстанс то мы сделали синглтон по сути но синглтон можно при помощи ифи делать там при помощи чего угодно там на самом деле в глиссе есть у меня там отдельная лекция там просто десяток способов сделать самый можно глобальный примешать что-нибудь глобальному контексту можно там на прототипах на классах там еще какими-то способами то есть вопросов конечно способов у нас на живоскрепте сделать одно и то же способов предостаточно гораздо больше чем в других языках окей вопросы а если за допомогой нью створить два инстанса синглтона а у тебя нет возможности сделать нью синглтоном у тебя нету конструктора то есть у тебя есть класс который если ты через нью вызываешь а ну кстати да может быть может быть реализация синглтона что ты будешь иметь возможность нью делать но тогда этот класс где-нибудь в свойстве класса сохранит ссылку на единственный инстанс и ты будешь сто раз делать нью и он один и тот же будет вылазить оттуда это один способ да ну сейчас уже мало кто так пишет потому что ну зачем так делать если чтобы сделать синглтон в десе это просто ты пишешь инст ну конст инстанс равно и открыл закрыл фигурные скобки вот тебе синглтон или там допустим нью и какой-то там класс все вот ты создал объект и он один и дальше этот объект ты можешь куда-нибудь передать через внедрение зависимости экспортировать из модуля то есть как бы он тогда будет его одна копия но если ты хочешь реально в разных местах типа по-драмовскому делать нью и имя класса или имя прототипа спокойно так делаешь просто в конструкторе у тебя будет поле класса в котором ты будешь хранить или можно не в конструкторе не в этом не в поле класса хранить а ты можешь в дамыкании это хранить то есть где хранить ссылку на инстанс вот это же опять-таки это джаваскрипт тут можно 100 способов сделать синглтон то есть ты можешь что-то делать хранить в локальных переменных модуля из которого экспортируешь класс то есть ссылку на единственный инстанс когда первый раз конструктор вызываешь ты видишь что там null записан создаешь инстанс и записываешь его в переменную которая локальная для модуля эту переменную ты не экспортируешь экспортируешь только класс кто-нибудь второй раз создает new внутри конструктора ты проверяешь о локальная переменная есть да там уже не null там уже что-то лежит так вернем это и все можно поле класса делать можно какой-нибудь символ сделать ну то есть чтобы там поле класса но чтобы никто оттуда не выколупал это ну можно на самом деле и символы выколупать но вот из замыкания нельзя выколупать сделайте замыкание или что-нибудь такое где никто не может оттуда выколупать эти инстансы На самом деле, когда мы что-то пишем, нам не обязательно нужно закреплять код от дурака, потому что дурак, если он доберется до нашего кода, он не будет его ломать только при помощи импорта и снаружи что-то в нем править. Он прямо возьмет наш исходник и перепишет, как ему удобно, сделает приватное поле публичным, и все, и дальше уже никак мы с ним не справимся. Окей. Идем дальше. В чем заключается проблема толстых контроллеров с примерами на ноде? Ну, вы видели, наверное, очень часто, что такое вообще паттерн контроллеров. Это какая-то единая точка входа. Она, кстати, в Grasp'е есть. Это один из паттернов Grasp'а, когда у нас все запросы приходят сначала в контроллер, в одну функцию. Вообще понятие Grasp'а и паттерн FraudController появилось в Java для того, чтобы, значит, отойти от... точнее, обезопасить код от параллельного программирования, от рейс-кондишенов. И задача фронт-контроллера – это, значит, сделать всю параллельную машинерию, а потом дальше уже за фронт-контроллером будет исполняться вся бизнес-логика, которая уже не связана с асинхронностью. Вот она исполнится вся, и дальше управление вернется в ту часть кода, которая реально системная и которая написана с способами разными, с приемами параллельного программирования. То есть мы изолировали бизнес-логику от параллельного программирования. В JavaScript мы не можем изолироваться от асинхронного программирования. К сожалению, у нас в бизнес-логику вся эта сложность проникает. Но у нас чуть-чуть попроще ситуация. Все-таки с асинхронностью проще работать, чем с параллельностью. Это как минимум так. Но, значит, толстый контроллер – это когда у нас все делается в одном методе. Ну, вы видели, наверное, какой-то обработчик API, и там, значит, написано, ну, добавлен роут какой-то, и вот у вас управление попадает на этот роут, и какой-то метод там запускается. И в этом методе, в толстом контроллере, значит, происходит, что сначала мы читаем HTTP-заголовки, потом мы идем в базу, потом мы там логируем, допустим, потом исполняем там же бизнес-логику, потом пишем влоги, потом, значит, сходили в базу, сходили в какой-то кэш, и туда, и сюда, и там, и параллельно мы это делаем. И, значит, потом мы управление должны где-то свести в общее место и потом отдать, писать в сокет что-то. То есть, по сути, у нас вещи, которые вообще должны находиться не то, что в разных модулях, они даже в разных слоях приложения, то есть, вот одно связанное там с сетевым протоколом, с сетевым стеком. То есть, мы там на базе WebSocket сделали RPC. Это не должно быть смешано с бизнес-логикой. Вот такой вот код. Потом там все обращения в базу данных тоже желательно должны быть вынесены в слой доступа к данным. Там все логирование тоже должно быть как-то сконцентрировано, и мы не должны там в разных частях кода. Ну, то есть, мы можем использовать какой-то общеизвестный интерфейс логера. Вот я использую для таких целей вообще консоль. Класс консоль, вы его реализовываете как угодно. За интерфейсом консоль вы скрыли свой реальный логер. Это может быть там PIN, может быть что угодно. STD-OUT, допустим, если вы 12-факторную систему поддерживаете, то есть, там может быть какой-то STD-OUT, и потом все эти логи хватаются вашей системой инстанцирования и контейнеризации ваших приложений из STD-OUT и отправляются куда-то в хранилище логов, и там анализируются. Ну, к примеру, это может быть там PIN, который файлы пишет, или что-нибудь такое. Но в прикладном коде я использую, я все это дело скрываю за интерфейсом консоль, в котором есть там консоль.log, консоль.dir, консоль.error и так далее. Там куча, там посмотрите, этот интерфейс, он достаточно распространен. Это нам позволяет абстрагироваться от логера. Мы потом можем логер менять, мы потом просто написали обвертку вокруг этого логера, который реализует интерфейс консоль. Все, и нормально. И этот код будет работать и на фронте, и на бэке. Консоль есть везде. Ну, скажем так, консоль, которая там пишет в консоль. Но мы через внедрение зависимости можем переопределить эту консоль и в какой-то части бизнес-логики забрать все это дело и перенаправить в свой логер. Вот такое. Ну, как бы, если мы потом этот код возьмем, там, где очень много бизнес-логики написано, и вместо того, чтобы запускать его вместе с логером, мы его можем запустить без логера, и все пойдет в stdout. Очень удобно для тестов, допустим. То есть у нас, как бы, благодаря тому, что вот этот стандартизированный интерфейс логирования есть, мы можем вообще забыть о том, что мы тут использовали какой-то логер. Бизнес-логика, ну, консоль-лог, везде работает, все. И нету логера, но будет писать в консоль. Окей. Переведите примеры протекания абстракции, типичные для ноды. Ну, смотрите, конечно, да. Протекание абстракции – это, по сути, нарушение принципа единственной ответственности. Ну, вот мы совсем недавно в лекции по GRASP, в семинаре по GRASP и SOLID, увидели, допустим, такой класс, который является пользователем, и там был метод save и метод load. То есть это паттерн называется Active Record. Это ужасный ужас, и он, собственно, это и является протеканием абстракции. То есть у нас, по сути, несколько ответственностей, то есть хранение данных пользователя, там вот его плюс, чтение из базы, запись в базу, там же может быть логирование, еще где-то пристегнули формирование HTTP-заголовков. Вот и здрасте. Ну, то есть это одна абстракция делает тебе все, что угодно. Это еще может называться в некоторых книжках как антипаттерн Golden Hammer или как-то так, или Golden X, да, то есть этот самый, типа, золотой молоток или что-то такое, да, то есть это... или God Object, да, еще иногда God Object. Ну, это оттенки смысла на самом деле. Когда у нас одна абстракция делает все или делает просто очень много. Ну, не все, а как бы у нас несколько таких, может быть, абстракций, которые на все руки мастер, и, значит, в общем, вроде бы это был какой-нибудь там модуль абстракция, класс, которая занималась, допустим, обработкой статистики, и тут вдруг этот класс еще где-то на заднем дворе проверяет какие-нибудь криптографические хэши. Ну, в общем, периодически вы видите, что так пишут люди, просто потому что надо быстро сейчас все сдать, закрыть тишью, и вдруг появляется еще, вместо того, чтобы делать новый модуль, новый метод, значит, как-то там связывать их, зацеплять. Ну, накапливается долг. Вот такое. Так, идем дальше. Как можно создать Singleton с помощью системы модульности на ноде? О, ну, это просто при помощи экспорта. Причем, как в CommonJS, так и в ECMAScript модулях я уже об этом сегодня говорил. Идем дальше. Как проще всего реализовать паттерн стратегия на JavaScript и где его использовать в ноде? Самый простой способ. Это если у нас вот стратегия сериализации. Кто-то хочет сериализировать в JSON, кто-то в binary формат, кто-то в XML, кто-то в YAML, кто-то еще во что-нибудь такое другое. Вот паттерн стратегия в Java это там несколько классов. В JavaScript мы можем использовать на самом деле коллекцию сериализаторов в виде объекта или в виде map. То есть у нас есть map, ключами там являются строки, это формат сериализации, а значениями являются функции, которые умеют сериализировать. Если нам нужно сделать стратегию, которая хранит и сериализаторы, и десериализаторы, мы можем сделать или два объекта, или две коллекции, а мы можем сделать одну коллекцию, и там просто будет array из двух элементов, или структура из двух полей, serializer и deserializer. Ну вот, по сути, паттерн стратегия очень хорошо для этого случая используется. Или вот, допустим, логирование. У нас, мы говорим, что логирование это у нас вещь, которая реализована через паттерн стратегия, и мы можем в зависимости от конфига или логировать в std.out, или в базу, или, значит, в какое-то удаленное хранилище, файловое там, или, значит, куда-то на API отправлять свои логи. Вот, к примеру. И стратегия – это значит, что мы реализовали, как я сегодня уже говорил в примере, у нас есть интерфейс, контракт, консоль, и мы его реализовали несколько раз. То есть мы сделали один и тот же реализацию одного и того же контракта, одного и того же интерфейса, но одна логирует на диск, другая логирует в базу, третья отправляет куда-то на API. И теперь нам нужно какое-то иметь место, которое умеет переключать между этими стратегиями. Обычно это может быть или функция, или какой-нибудь статический метод. Вот, может быть, там логер, точка, create, то есть это фабричный метод, который создает инстанс логера, и мы в параметры туда передаем, какую стратегию логирования мы используем. Мы можем иногда хотеть несколько стратегий сразу, то есть хотим писать логи на диск, а критические логи хотим писать в базу, а какие-то логи по безопасности хотим писать еще в какое-то внешнее API. То есть мы тогда должны себе придумать, как мы должны задавать метаданные со стратегиями и вот передавать их в этот, значит, логер.create, туда какие-то метаданные. Этот логер.create их ловит и может там создать несколько логеров. И каждый раз, когда мы будем писать консоль лог, оно будет выяснять, а, это просто консоль лог, я его запишу в std.out и, значит, и еще куда-нибудь там, допустим, в базу. Если это std.error, о, std.error я буду пихать куда-нибудь во внешнее API, чтобы у меня где-нибудь там агрегировались все ошибки из приложения. то есть стратегия на самом деле позволяет давать один интерфейс к нескольким разным реализациям и это очень удобно или сразу к нескольким реализациям или выбирает одну из реализаций. Тут по-разному можно это делать. Я думаю, что это реальный пример, который вы можете применить просто в каждом проекте. приведите пример паттерна адаптер из встроенных там есть несколько. Ну, действительно, там есть несколько таких адаптеров. Мы видим, что ну, допустим, callbackify и как он называется и promissify. Да, вот. Promissify это конвертер колбэков в promiss, конвертер контракта колбэков в контракт promiss. Да, то есть адаптер это, по сути, вещь, которая конвертирует контракты. Ну, любые обертки мы можем назвать адаптером. Тут, на самом деле, это очень достаточно гибкое понятие. Ну, какие у нас еще есть в ноде примеры адаптеров. Сейчас подумаем. Такс. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть несколько. Вот это я что-то имел в виду. Какие-то конкретные имел в виду. Сейчас. А, ну, смотрите, у нас есть таймеры, да, под капотом у таймеров есть один и тот же контракт. Но у нас есть таймеры, просто которые сет тайм-аут, сет имидиейт и сет интервал, а есть таймеры промиссифицированные. Собственно, по сути, внутри машинерия одна и та же, но наружу разные контракты. Сделано это через адаптеры, естественно. Ну, вот, на самом деле, через адаптеры сделано еще и промиссифицированная API файловой системы FS Promises и просто FS. Там на колбеках, а тут на промисах то же самое. Вот это, по сути, сделан адаптер, чтобы мы могли при помощи синтаксиса асинк-эвейтов вызывать API файловой системы. Это не два раза мы один и тот же модуль реализовывали. Но там не все функции один в один мапятся. То есть адаптер может менять не только контракт, но какие-то функции с адаптером, а какие-то не поддерживают адаптацию. Идем дальше. Какой паттерн проектирования реализует EventMeter? Это я уже сегодня, кстати, тоже говорил. Это AppServer из Банды 4. Идем дальше. Как связаны контракты EventMeter и Readable? Давайте всю цепочку наследования Readable является EventMeter и EventMeter является объектом. Мы еще можем продлить эту цепочку сказав, что сокет, ну, допустим, IncomingMessage, да, вот IncomingMessage является Readable, Readable EventMeter, а EventMeter Object. То есть, по сути, у нас такая цепочка наследования. И все эти контракты, все, что есть у Обjekта, мы можем найти и у IncomingMessage. Идем дальше. Какие вы можете привести антипаттерны или примеры плохого стиля программирования для Node.js? Ну, первый такой пример, это, конечно, MetalWare, потому что все мы знаем, что в банде четырех есть такой Chain of Responsibility паттерн, цепочка ответственности, и идея паттерна цепочка ответственности говорит нам о чем? Что есть несколько разных обработчиков или абстракций, которые по очереди проверяют, это их кейс или не их кейс, и берут на себя ответственность за обработку этого кейса или передают следующему обработчику. Но они никогда ничего не меняют в этом кейсе, или в этом вызове. Они никогда ничего не меняют состояние, они только берут на себя ответственность и тогда не передают дальше. Или же передают дальше, но тогда не берут на себя ответственность и ничего не меняют. А собственно, в чем отличие от ноды? Тут паттерн middleware, который я не знаю откуда пришел, мне кажется, что из какого-то страшного места, я никогда не писал на Ruby, но мне кажется, такое говно могло только из Ruby прилететь к нам. Не знаю, это такая только догадка. Надо, кстати, посмотреть, откуда такое взялось. В общем, идея в чем? В том, что в паттерне middleware значит каждая middleware что-нибудь обязательно миксинит, меняет состояние у реквеста и у респонса. Одна туда что-то пишет, одна, значит, хедеры пописала, потом другая пишет боди, а третья опять хедеры, а хедеры уже записаны, уже начал боди отправляться, все, значит, случился рейс-кондишнс с этим сокетом. Ну, вот к чему это приводит? Это приводит к тому, что сразу у нескольких кистей кода есть ответственность за обработку одного запроса. В паттерне цепочка ответственности такого быть не может. То есть там собственно за каждый запрос, который приходит на сервер, допустим, или который он может не только приходить там через HTTP протокол, он может приходить там через систему очередей или еще каким-то образом, через RPC там из другого приложения, из другого серверного приложения, но как минимум вот у нас есть несколько обработчиков, но только один обработчик должен в общем что-то сделать с этим запросом, а с middleware такое дело, что все начинают с этим запросом что-то делать, и в результате у вас получается типичная ситуация, когда сначала писали, потом что-то сломалось, и вы давайте поменяем последовательность middleware, переставим их местами, может так сработает, так не работает, давайте еще вот, все, не трогать, пока живет, не трогать, все, ну, это совершенно ненадежная ситуация, так, идем дальше, зачем нам следующие поля у error коз, error код, error message, error stack, да, это мы говорим о том, что у нас появились у класса error куча дополнительных вещей, которых раньше не было, коз может ссылаться, как мы сегодня уже говорили, на ошибку или даже на группу ошибок, то есть если коз ссылается на aggregate error, то там будет целый array ошибок, то есть у нас текущая ошибка, которую мы обрабатываем, могла быть вызвана при помощи целого array ошибок, aggregate error, а может быть такое, что мы написали точка коз, а потом точка коз, точка коз и ушли туда в глубину, то есть может такое случиться, что у причины есть тоже причина, у этой причины еще и еще причина, главное, чтобы они не зациклились, это только возможно, я надеюсь, такого уж никто по цепочке не сделает, это только такое может произойти, если кто-то специально зациклит эти козы и значит потом кто-то напишет специальный обработчик, который будет при помощи рекурсии эти козы куда-нибудь логировать или раскрывать их, обрабатывать как-то, ну в общем да, ну код, естественно, код хоть он и называется значит код нам кажется, что там должен быть какой-то number, но там string, но в некоторых библиотеках и некоторых приложениях туда люди пишут number, потому что им кажется, что код может содержать какой-нибудь там 404 или что-нибудь такое, но вообще код содержит что-нибудь такое, как e-access, ну типа ошибка файловой системы по доступу к файлу или что-нибудь такое, то есть коды ошибок там, которые заготовлены в виде строк и значит даются нам там платформой, операционной системой или рантаймом, ну естественно в месседже там есть строка, а стэк содержит значит трассировку вызовов, и мы можем управлять, то есть у error есть max stack trace и мы можем туда сетать другое значение и тогда у нас значение стека при каждой генерации ошибки, при выбрасывании ошибки будет больше 10, ну не больше 10, а может и меньше 10, но какое-то конкретное, которое мы задали при помощи вот этого вот сета. Окей, идем дальше. Как скопировать папку с вложенными файлами с помощью node.fs значит как ни странно, но у нас уже есть значит готовая функция, которая сразу копирует папки. cp не поверите, cp у cp есть так само и options и в options вы можете указывать рекурсив. Хорошо, слушайте, у нас уже 20.55, мне кажется, что мы если сейчас начнем следующий вопрос, то мы можем уже и не успеть дальше. Но мы сегодня достаточно много продвинулись, мне кажется. все хорошо. Спасибо.